МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Маршрут 1А. Он свяжет по Кольцу, Элеватор, улицу, Ботаническую, Проспект Строителей и Центральный рынок. АМРМД, здравствуйте! Какие еще новости принес этот день, расскажут корреспонденты телеканала Оригус и Яллари Сверенцеева. Это Восточные экспрессы, вот его некоторые остановки. Руками, 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 руками. Год после дорогостоящего укола за Огенсма. О результатах лечения Одисы расскажет Саюна Бухаева. Насоса нету, качать-то. Жажду не утолить, посуду не помыть. Почему жители сразу трех поселков остались без воды, выясняла Елизавета Рябова. Два дня, три сцены и более 40 концертов. Какие музыканты ждут жителей Бурятии на голосе кочевников? Анонс фестиваля подготовил Сергей Смоленинов. И начнем с того, что ремонт почетной стороне улицы Терешковой обещают завершить досрочно. Сейчас работы идут одновременно на двух участках. От бульвара Карла Маркса до улицы Бабушкина. Напомним, асфальт обновляют на участке протяженностью полтора километра. Работы разбили на шесть этапов. Ранее планировали сдать второй участок от бульвара Карла Маркса до улицы Геологической 4 июля. Но так как поток движения снизился, решили параллельно менять асфальт и на следующем отрезке. От улицы Геологической до Бабушкина. Отметим, там нет пути объезда и дорога не перекрывается. В итоге, по планам подрядчика, ремонт четной стороны дороги должен завершиться досрочно, до 10 июля. К другим темам. Спасение из огня, медвежий визит и ночь на открытой воде. Сводка громких чрезвычайных происшествий. Далее. Троих человек эвакуировали из горящей двухэтажки на улице Юнатов. К прибытию пожарных дым шел из квартиры на первом этаже. Внутри здания находились ребенок и двое взрослых. Их экстренно вывели. Огонь потушили за 17 минут. Квартира выгорела полностью. Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Медведи атаковали туристический кемпинг в Забайкальском национальном парке. Один из хищников вышел к людям ночью. Очевидно, в поисках пищи пытался открыть багажник машины, где лежала еда. Но пугалка Солапова – лишь сработавшая сигнализация. Как выяснилось позднее, медведей могло быть около трех. Они прошлись по всей кемпинговой зоне. Никто не пострадал. Ночь на открытой воде провели рыбаки. Выходные на гусином озере. Лодку с двумя мужчинами унес далеко от берега сильный ветер. Спасатели нашли пропавших лишь утром. Со слов мужчин они дрейфовали до трех ночи. Но волны сломали весло и опрокинули лодку. Держась за нее, рыбаки плыли, пока их не выбросило на берег. Год после укола Адисса Гармаева, которой собирали 160 миллионов рублей на зарубежное лекарство Залгенсма, проходит контрольное обследование врачей. О результатах лечения расскажет Саюна Бухаева. Давай, давай, давай. Первые шаги с мамой Адисы делает в полтора года. Рекорд с ее диагнозом СМА. Видео родители записали в Москве. Сейчас малышка на комплексном обследовании. Врачи фиксируют изменения работы мышц, речи и общего состояния организма. Год – это контрольная точка после укола Залгенсма. В целом она очень способная девочка и очень крепкая. Поэтому с помощью игрушек, игр, завлечений мы ее отвлекаем, и она хорошо делает движения и упражнения. Состояние мышечное очень хорошее. Ручки крепче, чем ножки, по ощущениям. Ну вот мы проводили тестирование ЧОП для деток до трех лет. Он проводится. Она набрала хорошее количество баллов, за исключением самостоятельного принятия положения на четвереньки. То есть вот такие сложные движения ей, конечно, еще тяжело. Курс реабилитации длится две недели. Процедуры почти каждый день. ЛФК, логопед, электротерапия и массаж. Сатья Борцарас убежит наручную. Она, допустим, год назад не сидела, не переворачивалась, ни голову не держала. А сейчас она очень подвижная стала. Появилась опора в ногах. Может кушать, сама пить. Говорит только мама, дай. Баба. Иногда папа. Напомним, история Одисса прогремела почти на всю страну. Слова поддержки семья получила даже от королевы Великобритании, Елизаветы II. А сбор на 160 миллионов закрывали всем миром. Основную сумму тогда внес меценат. Саюна Бухаева, телекомпания «Оригус». Более тысячи больных деревьев обнаружили в байкальских лесах. И это только промежуточные результаты исследований лесной генетической лаборатории. Ее открыли в Улан-Удэ в этом году. На сегодня взято уже 1600 анализов. Это образцы деревьев из Кижингинского, Яравненского, Прибайкальского, Ивалгинского и еще ряда лесничеств. На исследования отправляют только материалы с признаками заражения. И в большинстве случаев опасения подтвердились. Из них 30% здоровые, 70% зараженные. Были выявлены следующие патогены. Наиболее часто встречаемые это Лафодермиум нитен, Седовья полиспора и Циклонезма минус. Вот эти три патогены – это грибы. В основном поражение хвои, отмирание хвои. И также мы должны провести еще и анализы по бактериальной водянке. Всего до конца года планируют провести 4000 генетических анализов. Их результаты помогут не только узнать о болезнях, помочь их предотвратить в будущем, но и вырастить хороший посадочный материал. Напомним, зеленая лаборатория на базе Рослесхоза появилась в Бурятии в этом году. На ее оснащение выделили 50 миллионов рублей. Задача ведомства – ежегодно исследовать не менее 1 миллиона гектара леса по всей Прибайкальской территории. Купаться запретили сразу в Трех озерах Иволгинского района. Превышение биологических показателей обнаружили на карьере в селе Сужа, озерах Торми и Карасином Хурумше. Вода в них, по мнению экспертов, не подходит для питья и водопоя скота, а также купания и занятия спортом. В администрации пояснили, нарушение запрета грозит возникновением массовых заболеваний. И о других новостях короткой строкой в дайджесте с Саржаном Рдегеевой. Вынуждены принимать дорожные ванны водители Муйского района. Ручей вырвался из русла на участке между Токсимой и Северомуйском. Как пояснили в районной группе, причина в обильных осадках. Движение приостановили, на место выехали специалисты. А вот гулять вместе со змеями по Севербайкальску не запретили. Видео, снятое детьми экспертов, не испугало и не удивило. Встретить таких хозяев на севере дело привычное. Люди сами поселились в их реалии обитания. На видео, кстати, безобидный уж. Но помните, что не все змеи безопасны. Не так давно в Курмканском районе от укусов пострадали мужчина и ребенок. Но ничего не запугает паломников-буддистов. 8 июля они планируют совершить конный поход из Тункинского в Закаменский район. В пути они проведут почти пять дней. Конечной точкой станет село Санага. 13 июля там пройдет освещение самой большой 41-метровой статуи Арьябала. Все желающие смогут присоединиться. Но для этого нужно будет оформить пропуск в пограничную зону. Восточный экспресс движется дальше. И смотрите во второй части выпуска. Вот эти вот ямы глубины в пол колеса каждая. Дорожные проблемы и бытовые вопросы. Какое видео на этой неделе присылали народные контролеры дежурному по городу, расскажет Ольга Арсенукаева. Так выглядит облава на расхитителе электрической энергии. Подробнее в материале Артемия Жакова. Насоса нету. Жажду не утолить, посуду не помыть. Почему жители сразу трех поселков остались без воды, выясняла Елизавета Рябова. Продолжаем. Ловушки для горожан, скамейки качелей и нашествия насекомых. Заявок дежурному по городу приходит много, но не всегда есть возможность охватить все. В этом случае на помощь приходят народные контролеры. Их видеосигналы в нашем следующем материале. Необычная скамейка появилась в одном из дворов 110-го квартала. Наверное, ее создатели планировали сделать качели. Детям, судя по всему, нравится и вряд ли подозревают, что сидеть на ней опасно. Ведь перевернуться может. А вот люди престарелого возраста вряд ли смогут присесть. Хотя вариантов, судя по видео, больше нет. Не знают, что делать со своей напастью. И жители дома по улице Пугачева квартиры заполонили тараканы. Прям не знаем, что с ними делать. Вроде бы уже и потравили их, а все равно они везде. Где, куда нам обращаться, что нам делать, подскажите. Тараканы в чистой квартире могут появиться. По общим трубам канализации или водопровода. Через общую вентиляцию. Со старыми вещами при переезде. С покупками. Особенно из мебельных магазинов. Необходимо обратиться в свою управляющую организацию и оставить заявку. Для того, чтобы управляющая организация провела дезинфекцию в местах общего пользования. В подвале. Если же этого не сделали, то уже обратиться в надзорные органы с жалобой. В надзорные органы в пору обращаться и по вопросу появления вот такой ловушки. Тротуар по улице Комсомольской явно не выдерживает ГОСТы по безопасности. В центре города. Практично, надеюсь. Я бы сказала комично. Главное, чтобы не трагично. О такой яме лучше знать, чтобы обойти и не травмироваться. Ни одну, а десятки выбоин можно насчитать по улице Севастопольской. Впрочем, дорогой это сложно назвать. Сколько можно по этой дороге ездить? Уже какой год здесь мучимся? Когда-нибудь хоть дети поездили бы по нормальной дороге? Ремонт автомобильной дороги по улице Севастопольской предусмотрен на следующий год. То есть в 2023 году. Данный участок дороги соответствует критериям включения в БКД. Имеется учебное заведение. Заблагоривенно уже идет подготовка к конкурсной документации для определения подрядчика уже в этом году. Жители Севастопольской сейчас наверняка выдохнули. А вот жителям зверосовхоза за свою дорогу придется побороться. Хотя асфальта там и не просят дождаться хотя бы грейдера. Вот дорога на улице погряная. Пыни торчат. Прямо из нее. Обещали нам еще весной провести грейдирование. Или подсыпку сделать. Ничего не сделали. Когда дожди проходят, в полото еще превращается. Мы сейчас жалобу в прокуратуру пишем. Одну Шутенкову отдадим, чтобы разобрался. Кто у него там обещает и ничего не делает. Ждем ответов от администрации и мы. Возможно ли решить проблемы горожан, расскажем в программе ДПГ неделя. Выжить без воды в таких условиях оказались сразу три поселка Прибайкальского района. И в каждом живительная влага исчезла по разным причинам. Питьевые запасы жители растягивать долго не смогут. Почему и на что люди готовы потратить последнюю каплю, на месте выясняла Елизавета Рябова. Жители села Татаурова остались без воды еще в пятницу. В этот день они успели сделать какие-то запасы воды, но и они уже на исходе. Ну вообще в среду уже подача была воды очень плохая. То есть если она вот таким напором обычно идет, была вот таким напором. У нас на питьетов есть водокачки вода еще. Резервная вода была в водокачке. Сегодня-завтра еще хватит нам воды. В этом накопителе находится питьевая вода. Проверим, сколько всего осталось сейчас запасов. Примерно 20 сантиметров осталось. Вот техническую будем возить, так? Питьевую можно взять здесь. Но сутки двое должно хватить. А завтра будем уже пытаться демонтировать насос. Ну я считаю, что питьевой воды мы не 200 литров в день пьем, правильно? Наверное, на кастрюлю супу. Жители берут воду из скважин. Каждая рассчитана на пять дворов. Причина того, что они пересохли, оказалась примерно в 100 метрах под землей. Сломался глубинный насос. К его осмотру приступят уже завтра. Это может занять полдня. И ремонт сельчанам придется сделать за свой счет. А пока в поселке организовали подвоз технической воды. Ее жители могут пользоваться бесплатно. Доставлять воду планируют по мере необходимости. Много воды вы привезли сейчас? Ну здесь сколько, наверное, куба три-четыре? В чайнике еще вода есть. Немножко в кастрюлю. Эту кастрюлю я сегодня уже слила. Уже воды нет. Без блага цивилизации остались и жители Горячинска. Вода исчезла еще две недели назад. Местным жителям объяснили, что она якобы непригодна для питья. Хотя мы всю жизнь питаемся оттуда. Если сейчас воды не будет совсем, мы еще и без урожая останемся. Местные жители скинулись и заправили машину, чтобы хоть как-то мы были с водой. К главе обращались, а он не может ничего сделать. Когда приедет ближайшая машина с водой в поселок Горячинск? Наверное, уже там, по моим подсчетам. Уже час назад разговор был, что машины ушли. Только мне женщина звонила, одна говорит, воду привезли. Там же не одна улица, там же много улиц. Перебой с подвозом воды и в селе Турка. Район администрации ссылается на проблемы в самом поселении. У нас полномочия по обеспечению населения водой в туркинском поселении исполняла поселение. Оно нас за три дня предупредило, что запчастей нет, денег нет. Кого запустили, мы больше воду не будем возить. Но так быстро же не делается. По словам главы, в Турке воду дали еще в субботу, после обращения жителей. В Горячинске только сегодня. В администрации обещали проследить, как там работают водоколонки. Ситуацию в Старом Татаурове мы также продолжим держать на контроле. Елизавета Рябова, Александр Тайбинов, телекомпания «Орегус». Виновников миллионного ущерба ищут в частном секторе. Только в одном из городских СНТ по итогам прошлого года Россети недосчитались более 340 тысяч киловатт-часов. Как ловят расхитители? Кто чаще всего предпочитает не платить за электричество? И что ждет тех, кого уличат в краже? Артемий Ушаков подробнее. СНТ «Современник». По данным энергетиков, к одной из местных подстанций здесь подключено порядка 200 домов. Абоненты обеспечены автоматической системой учета электрической энергии. Но энергетики отметили несоответствие в полученных данных. За год, до 2021 год, потеряли 343 тысячи киловатт-часов. То есть в рублях это порядка миллиона рублей 59 тысяч. И за шесть месяцев, 22-го года, мы также потеряли здесь 24%. Говорить это может только об одном – постороннее вмешательство в работу приборов учета. Видимо, обычные счетчики в руках доморощенных умельцев превращаются в заряженные. Начинают занижать показания или вовсе считают расход электроэнергии только когда это нужно владельцу. В прошлом году в СНТ «Современник» нашли 7 таких счетчиков с переделками. Сейчас, когда потери продолжают оставаться в этом СНТ высокими, энергетики решили снять и проверить все приборы учета. После демонтажа мы их отправим в ПОЦС, там их осмотрят специалисты и уже дадут свое заключение. Приборы учета проверят на единственной в Сибири установке «Калан» – это рентген. На его снимках видны все переделки даже без вскрытия приборов. Фото снятого счетчика сравнят с заводским. И если владельца поймают на краже, платить придется за безучетное потребление. По рыночной стоимости киловатта оно почти вдвое выше тарифа для населения. На сегодняшний день мы в данном населенном пункте производим демонтаж всех приборов учета, вообще всех. Каждый прибор учета увозим на базу, проверяем на наши специальные установки. Способов обнаружить такие нарушения много, и энергетики постоянно выискивают нарушителей. Производился мониторинг опроса, то есть на связи, не на связи приборов учет. Обнаружили особенность, что несколько приборов учета в один день потеряли со связи, то есть они не на связи. Через некоторое время эти приборы появились. Затем, через некоторое время опять на другой соседней улице данные приборы не в вопросе. То есть и через некоторый день-два буквально они опять появляются. За последние полтора года в «Современнике» похищено свыше полумиллиона киловатт электроэнергии. Этого объема могло хватить на полное обеспечение светом средней по площади школы в течение целого года. Руссети Сибирь в Бурятии намерены положить этому конец. В ближайшее время на предмет хищения проверят весь частный сектор. Артемий Шаков, Батархалматов, телекомпания «Аригус». Макеты сувениров, световых партитур и даже аудиоспектакли можно будет делать в Улан-Удэ. На базе Института культуры появится центр создания креативных прототипов. ВУЗ стал участником федерального проекта «Придумано в России». В центре организуют две лаборатории – этнохудожественную для создания проектов по производству изделий из дерева и металла, одежды, упаковки или украшений. А также мастерскую по свету и звуку, где можно будет создавать подкасты, аудиокниги и световые партитуры. Наши мастера могут прийти и изготовить какой-либо прототип изделия. И выпустить, посмотреть, покрутить этот прототип, насколько он пойдет. Если они увидят, что успешен, можно будет уже в серийное производство закладывать. Кроме того, в центре можно будет получить консультацию дизайнеров, взять оборудование на прокат и даже арендовать помещение. Услугами могут воспользоваться как организации, так и отдельные лица. Как пояснили в Министерстве культуры, плата за услуги будет небольшой. На запуск проекта в УЗУ уже выделили 25 миллионов рублей. Сейчас идет заказ оборудования. Презентовать центр планируют в ноябре этого года. Месячник льготной стерилизации животных стартовал в Бурятии. И теперь владельцы собак и кошек могут прооперировать питомцев по сниженной цене. Оплатить нужно будет только расходные материалы. Как и где это сделать, узнаем прямо сейчас. Ирина Ложкина принесла бусика, чтобы вылечить ему уши. Заодно девушка записала питомца на стерилизацию. Врачам станции ветеринарии Ирина доверяет и часто приводит своих животных именно сюда. Три года назад приводили собаку большую на стерилизацию. Успешно прошла операция. Сюда же приводили. У нас Жанна Михайловна, здесь отличный врач. По льготной программе было, да, у нас вообще хорошо получилось. Очень большая скидка. Месячник льготной стерилизации проходит в Бурятии каждый год. Обычно в сентябре. Его, как правило, посвящают Международному дню борьбы против бешенства. В этом году традицию решили изменить. Месячник стартовал 4 июля. Это связано с участившимися случаями нападения домашних собак на людей. Стерилизованный питомец, как правило, становится спокойнее. И это не единственный плюс. Умельчается риск, что животное убежит в поисках любви. Перед операцией наш специалист предупреждает, что все равно это хирургическое вмешательство. И нельзя исключить осложнение после наркоза. Но риск здесь минимальный. Перед операцией животное осматривается. Если что-то не в порядке, то, конечно, исключается. Все реализация сокращает и численность бездомных животных. Недобросовестным хозяевам щенков и котят не придется выбрасывать тех на улицу. Еще один плюс именно в этом месяце – доступная цена. Операция обойдется вдвое дешевле. Стоимость у нас разная. По республике Бурятия в районах она немножко дешевле. Начинается в суммах от 500 до 1500, а в городе чуть повыше от 600 до 3800. Это в зависимости от веса животного. Всего за сутки на стерилизацию в Ланде записали 86 питомцев. Чтобы принять участие в акции, необходимо заранее сообщить об этом по номерам на экране. Жителям районов Бурятии нужно обратиться в местные ветеринарные учреждения. Их телефоны вы найдете на странице управления ветеринарией Бурятии во Вконтакте. Акция продлится до 29 июля. Валерия Роднаева, Валерий Чидопов, телекомпания «Оригус». Трактор с плугом появился посреди Кабанска. Техника стоит в поселке уже больше недели. Однако хозяин за ней так и не приходит. Быть может, кто-то готовится к традиционным сельским играм, хотя и они еще не скоро. Каким образом агротехника оказалась в центре внимания, интересовался наш корреспондент. Трактор марки ДТ-54 – легенда сельскохозяйственной техники. Даже тракторист со средней квалификацией на этой модели мог вспахать 2000 гектаров за день. Машина была востребована не только в сельском хозяйстве. С ее помощью восстанавливали города, строили новые дороги. Не случайно этот трактор попал на постамян в Кабанске. Памятник не техники, на которой работали. Это памятник прежде всего людям, которые всегда делали самое благородное, самое нужное дело. Александр Ниганов приобрел этот трактор в Алтайском крае и привез на родину. Для создания установки инсталляции потребует 200 тысяч рублей и 10 дней. В первую очередь я хотел бы сказать именно про тружеников села, про тех, кто своим трудом, своим потом поливал эту землю, растил хлеб и кормил страну. Это было тогда, это есть и сейчас. Труженик села – это кормилец страны. Мы считаем, наши ветераны, что есть возможность перестроить политику нашего государства в отношении сельского хозяйства, чтобы оно было высокориентабельным, высокотехнологичным и высокотехничным. Реформирование сельского хозяйства, оно действительно идет, может быть, в не той полной силе, но в связи с тем, что финансирование и так дальше. Конечно, тех результатов, которые уважаемый ветеран озвучил, конечно же, их сегодня нет. Но мы стремимся, если будем работать, у нас все получится. Несмотря на замечания ветеранов, показатели сельского хозяйства в Бурятии неплохие. В прошлом году республика производила продукции на 30 миллиардов рублей. Стали больше сеять и собирать урожая. Даже поставили рекорд по зерновым культурам. Собрали 18 центнеров с гектара. Чингис Хунайдбат Рахамадов, телекомпания «Аригус», Кабанский район. Побывать на солнце, луне и звезде разом смогут жители Бурятии. Именно так будут называться три музыкальные сцены на фестивале «Голос кочевников». Он пройдет впервые за последние три года, а телеканал «Аригус» по традиции проведет прямой эфир. Какими коллективами и исполнителями организаторы будут удивлять в этот раз, узнаем в следующем материале. Спустя четыре года после своего самого громкого хита Тимур Бубеев возвращается домой в совершенно ином статусе. За это время он прошел путь от неизвестного исполнителя в республике до одного из главных игроков на рэп-сцене. Ever the 8 в таком статусе выступят в родной Бурятии впервые. И кто сказал, что «Голос кочевника» не может звучать в ритме хип-хоп? А еще кочевник может быть лиричным. За это будет отвечать российская инди-группа «Сироткин». Коллектив уже несколько лет с успехом выступает на одной сцене с ведущими отечественными исполнителями. Самое время покорять и публику Бурятии. Ну и куда «Голос кочевников» без гостей из Монголии? Кому как не соседям знать, как звучит этот самый голос. Группа «Силуэт Кьюзда» завоевала первых поклонников на фестивале «УУ Саунд» два года назад. А теперь их роскошный постпанк будет покорять главную музыкальную сцену республики. Минимум слов и максимум красивых мелодий. Второй день покажет любителям музыки, что диктофон может не только записывать, но и петь. Группа выступает в жанре романтического панк-рока. Играют в строгих костюмах, дружат с ведущими отечественными рокерами и обожают классику во всем. Тоже своего рода кочевники, но только в условиях каменных джунглей. Представить голос кочевников без сезона дождей уже как-то тяжело. Местная инди-рок-группа фактически выросла благодаря фестивалю. И рассказывать о ней смысла нет. Говорят, если бы не пандемия, коллектив давно бы покорял западные сцены. Не упустите, вдруг это последняя возможность насладиться их выступлением вживую. А как звучит золото, покажет одноименный исполнитель из Казахстана. Там тоже знают толк в культуре кочевников, хотя здесь немного иной случай. Скорее, это для тех, кому не хватит лирики и романтики в первый день фестиваля. Поп-музыка свободная от рамок формата. Так описывает себя музыкант. Остается только проверить. Ну и хедлайнер фестиваля легендарная рок-группа «Танцы Минус». Здесь любые комментарии излишни. Фанатов ждут свежие композиции и вечные хиты. Не сомневаемся, большая цагацкая степь сольется воедино. Когда будет петь? Я тебя целовал у ночного огня. Ты оставил мне. И это мы рассказали всего про семь исполнителей. Всего же на трех сценах за два дня выступят более 50 коллективов, певцов и диджеев. 15 и 16 июля «Голос кочевников» пройдет в Ацагате. Билеты доступны даже по пушкинской карте. А для тех, кто не сможет приехать, Оригус проведет прямую трансляцию. Сергей Смоленинов, Борис Бальчинов, телекомпания «Оригус». И на этом пока все. Служба информации телеканала «Оригус» уже работает над следующим выпуском новостей. Оставайтесь с нами. До свидания. БРТ.